Добрый вечер! Первый канал продолжает прямые трансляции уникального международного боксерского турнира «Лига бокса» «Интерконтинентальный кубок». На нашем турнире участвуют сборные команды Азии, Африки, Америки, ну и, конечно, России. Второй соревновательный день. И сегодня нашей команде предстоит сильнейшее противостояние против очень опытной команды из Азии. Коллеги, если позволите, коротко скажу о правилах. Каждый матч – это пять поединков в пяти весовых категориях, четыре раунда по три минуты, два боксера в ринге и только один победитель. Ничьих быть не может, а это значит никаких компромиссов. Все, что вам нравится. Бокс высочайшего уровня, международного масштаба. На Первом канале смотрим. Дмитрием Дюжевым тяжело не согласиться. Действительно большой бокс международного масштаба. Россия-Азия – необычайно интригующее противостояние. Давайте вспомним участников. Давайте вспомним участников этого боя. Для тех, кто смотрел наш эфир четвертого числа в субботу. Павел Сосулин на наших экранах. Потрясающий средний вес, который выдает необычайно зрелищные поединки. Уверяю вас, так будет и на этот раз. Бронзовый призер чемпионата России. Очень агрессивный, техничный и любящий подраться боксер. Павел Селягин представлял сборную России на первом этапе против команды Америки. Бронзовый призер чемпионата мира. И, кстати, только что возглавил он буквально сегодня обновленный рейтинг WBC. В весе до 76,2 килограмма. Муслим Гаджи Магомедов. Гордость российского бокса. Чемпион мира. И серебряный призер Олимпийских игр. Александр Девятов и Харитон Агрова также в нашем составе. Ну а это наши сегодняшние соперники. Вот он, Бахадур Усмонов, который сразится с Александром Девятым. Участник Олимпийских игр в Токио. Это Бабо Усмон Батуров. Боксер из Узбекистана. Также представлял свою страну на Олимпиаде в Токио. Но провел там два боя. И завершил борьбу за медали. Весит до 75 килограммов. Павлу Селягину будет противостоять вот этот парень. Сапарбай Айдаров из Казахстана. Непобежденный боксер-профессионал. Пятикратный чемпион республики. Это Адилжон Аслонов. Чемпион Узбекистана и победитель представительного турнира «Странжа». Ну и, наконец, Мадияр Сайдрахимов. Еще один узбекский боксер. Бронзовый призер чемпионата мира. И победитель турнира «Странжа». Думай о себе, что хочешь. То ты покажет бой. Лига Ставок. Яркие бои в одном приложении. И господа, добро пожаловать в Москву! Первый канал ведет прямую трансляцию матчевой встречи «Россия-Азия». В рамках турнира Лига бокса «Интерконтинентальный кубок». Организация «Динамо Боксинг Промоушенс». Первый канал при содействии Федерации бокса России. На прошлой неделе сборная команда России и сборная команда Азии победили в своих встречах сборные Америки и Африки с одинаковым счетом 5-0. И сегодня они встретятся в ринге «Интерконтинентального кубка» лицом к лицу. Сегодня также прошла встреча Америка-Африка. Победу со счетом 5-0 одержала сборная Африки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Второй тур! Предлагаю вам познакомиться с участниками противостояния. И первыми в синий угол ринга я приглашаю сборную АДИ! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добро пожаловать! В красный угол ринга я приглашаю сборную команду России! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Против Бобу Смона Патурова Узбекистана! Категория до 75 килограммов Павел Сосулин, Россия! Против Сапурбай Айтаров, Казахстан! Категория до 80 килограммов Савелий Содома, Россия! Категория! 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 Против Адилчон Атланов Узбекистан! Категория! 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 Магияра Саидрахимова Узбекистан Формула всех боев Четыре раунда по три минуты Открывает противостояние Россия-Азия Бой весовой категории до 63 килограммов Александр Девятов Россия Против Бахудур Узбекистан Уважаемые дамы и господа Под ваши аплодисменты мы провожаем Все остальных участников команд готовиться к поединкам И прежде чем начнется первый бой Позвольте представить вам официальных лиц турнира Супер Байзер Сергей Агеев Судьи Иракли Малозонья Александр Калинкин Алексей Котов Юрий Комцев Судья-хронометрист Дмитрий Антонов Врач турнира Виктория Гамеева Прошу любить и жаловать Представляю участников первого поединка В сирен углу ринга Боец Ему 24 года Рост 174 сантиметра Вес 62,95 килограмма Его профессиональный рекорд Два боя Две победы Он участник олимпийских игр в Покео Город Душанбе Бахадур Усманов В красном углу ринга Боец Россия Ему 24 года Его рост 173 сантиметра Вес 62,85 килограмма Его профессиональный рекорд 13 боев 13 поля 12 из них Ореженый нокаутом Неповещенный боксер Из Соленова Александр Геннадо Ну что, наконец мы дождались Первый бой Супер противостояния Россия-Азия В прямом эфире на Первом канале Александр Девятов Против Бахадура Усмонова Меня зовут Александр Садоков И с гордостью представляю Дуэт сокомментаторов Легенды не только отечественного Мирового бокса Экс-чемпион WBA в супертяжелом весе Николай Валуев И абсолютный чемпион мира Константин Дзю Добрый вечер, коллеги Добрый вечер, уважаемые друзья Ну смотрите Какой нокаут Сразу моментально Ну и какая интрига Потрясающий боксер-любитель Бахадур Усмонов Участник Олимпийских игр Против опытного профессионала 13 боев 13 побед 12 из них нокаутом У девятого Ну что ж, давайте В принципе Что мы видим Размена Или какой-то там проверки Мы, в общем-то, не наблюдаем Сразу Не забываем, что Три раунда всего Четыре О, прошу прощения Четыре И вот, смотрите Кстати, это моя веселая категория Которая выступала Всю свою персональную карьеру Да, поэтому Константин Конечно, с особым интересом Будет следить за происходящим Именно в этой паре Ну Конечно, формула боя не располагает в долгой разведке Но все-таки чуть-чуть посмотреть нужно Но все-таки, смотрите Как действует девяток Он прекрасно понимает уровень своего соперника И сразу Сразу начинает обострять Ну, хотя это его Его, в принципе, манера Он и в прошлый Раз Неделю Назад Буквально так же действовал в ринге Первым номером И сейчас мы наблюдаем то же самое Очень низкая Передняя рука висит У нашего боксера И пропускает Все-таки на встречу Павел сейчас опаснейший удар И еще Очень Открыт под правую руку Как зал-то включился Посмотрите С первых секунд Сегодня совсем не спят наши зрители Смотрите, что происходит Ну, это боксеры высокого класса И, конечно Сейчас в этом раунде Вот И снова Как, в принципе Как и говорит Константин Зюм Опаснейшие удары пропускает навстречу Александр в девятом Будем надеяться, что Все-таки Он выдержит Очень остро Действует Бальдор Усмонов Посмотрите Опаснейшие Аперкоты Наносит Усмонов Но, тем не менее Их Девят обидит Цепляет Цепляет левым сбоку Девятого своего соперника Цепляет Да, цепляет Действительно Саша Боксеры Боксеры в агрессивной манере И, тем не менее Смотрите, что происходит И первый раунд закончен Я надеюсь Наш угол подскажет ему Чтобы Правую руку Левую руку Держал чуть повыше Думаешь, ты самый сильный Или самый умный Думай о себе Что хочешь Кто ты Покажет бой Лига Ставок Яркие бои В одном приложении Итак, смотрим Повторы Ну, под конец Раунда Вырисовалось Преимущество Боксеры Усмонова В разменах Он был Побыстрее И поточнее Так, действительно Надо ответить Что Сейчас Сложно Сложно выразить Словами Сколько Конкретно Ударов Нанесли боксеры Друг другу Но Мне тоже кажется Что Первый раунд Пусть за небольшим Преимуществом Но Остается за Усмоновым Но Нашим Боковым судям Конечно В идее Посмотрим И второй Раунд Начинается Очень интересно Какую работу Проделал угол Александра Девятого Антон Кадушин Тренирует Нашего боксера Который известен По работе С Глебом Бокши Чемпионом мира И бронзовым призером Такийских игр Давно они работают Друг с другом Саша вообще Боксер Такой тяжелой Судьбы Долгое время Он Приехав в Москву Из Саратова Вообще Натурально жил В боксерском зале Потому что Жить было негде Ну а мы буквально Прямо сейчас Увидим Размен ударом Возле Канатов Услышал Ментальный позыв Константина Дзю Девятов Александр Держит сейчас Руку Левую свою Выше Чем в первом раунде Ну и все-таки Навстречу Активно действует Усмонов Боктурс Посмотрите Достаточно Успешно Я бы порекомендовал ему Делать двойные атаки Делая одну атаку И буквально сразу Повторную атаку Так как на первую Не успевает Вот именно Именно таким образом Через туловище Неплохо У девятого Уже не в первый раз Получается заходить Вот возможно Стоит на этом Пока сосредоточить Своё внимание Атаки в голову Усмонов видит Очень хорош на ногах Боксер из Таджикистана Но и Саша Ищет удар Мы знаем Что 12 нокаутов В 13 боях Это конечно Говорит о многом Но другое дело Перчатки здесь Полупрофессиональные Поэтому вложиться Вот как он может Здесь проблематично Да Здорово сейчас Усмонов сработал Но девятов Идёт за победой Делает он всё Что в его силах Очень высокий темп боя Усмонов ждёт И караулит Навстречу И в ответе Ещё один удачный эпизод Азиатского боксёра Девятов прессингует Нужно подготовить Атаки Вот здорово Начинают пропускать Усмонов Левый сбоку Но на повторе Посмотрите Когда заканчивает Свою серию Девятов Проходит Левый сбоку Но это на ближней дистанции Всё-таки На средней он хорошо Формирует Атаки нашего боксёра Я говорю Об азиатском боксёре Конечно Но тем не менее Надо начинать Именно И судя по всему Это был именно Что Настрой Угловых Да Понятно Что Говорили Девятов Нужно включаться И работать С первой секунды Но Фантастический Олимпийский опыт Бахадора Усмонова Сейчас делает Разницу В этом бою Но при этом Посмотрите Каков Саша Настоящий Мужчина Воин Идёт до конца И будет искать Свой шанс Панчера Третий раунд Вражение Второй раунд Завершён Небольшой перерыв Что мы заметили На самом деле Буквально в сантиметре Каком-то печени Постоянно Находится рука Девятого Александра И Некоторые удары Проходили Проходили Но всё-таки Очень грамотно Парируют Атаки Девятого Усмона Бахдор И Очень часто Оказывалось Что Вот эти На оттяжке Его Атаки Достигали Цели Достигали цели Были удачными Ну Действительно С дистанции Очень здорово Расстреливает местами Бахадор Усмонов Но В те моменты Когда Саша Девятов Выходит на Свою любимую Среднюю Или ближнюю Здесь начинает Что-то получаться Третий раунд Нас ждёт Александр Девятов Бахадур Усмонов Градус Противостояния Просто запредельный И как начинает Раунд Усмонов Посмотрите Очень грамотно Очень грамотно Ведёт бой Нашему надо Просто ещё больше Извинить темп Если он работает В такой манере Ему нужно Ещё больше Увеличить темп Да Эта скорость Усмонова Устраивает Мне кажется Что-то для себя Понял Бахадур Усмонов И понаглее Он начал Третью Трёхминутку Шикарный Левый сбоку От Бахадура Причём Вот эта тройка Буквально тройка Которую он регулярно Наносит Сейчас Размен был Двумя ударами И у Бахадура Получается Затлепил Девяток Затлепил Левый сбоку Ближе Ближе Надо держаться Конечно Нашему Боксёру К туловищу Соперника Там у него Начинает получаться Абсолютно точно И мы видим Что буквально Как только Разрывается Дистанция У Бахадура Начинают проходить Удары Причём Действует Он в основном По голове И смотрите Проходит Где-то Саша Опускает руки И Вот Навстречу Вот этот вот Неприятнейший удар Через руку У Бахадура Проходит Но тем не менее Предлагает Раз за разом Девяток Идти на размен ударами Но тем не менее Бахадур Понимает прекрасно Что его Коронная дистанция Это дистанция Да Очень хитрый боксёр Бахадура Смонов В стиле Андре Уорда Он принял удар На правую руку И тут же ей Огромный Встретил Сработал навстречу Да Орученный парень Устыхает немножко темп Смотрите Устают боксёры Но тем не менее Сейчас Наверняка будут Более вдумчиво Наносить удары Надо сближаться Надо сближаться Всё-таки Неприятнейший удар В исполнении Бахдура Проходит Буквально через руку Девятому И возвращает Возвращает Девяток Возле канатов Своему лизави Есть ещё один Левый сбоку Почаще бы такое было Они очень часто бьют Левый на левый Или правый на правый Но в очередной раз В очередной раз Замечу, что Когда через живот Начинают свои атаки Девяток Гораздо лучше КПД К эксцент полезного действия У нашего боксёра Ещё один левый сбоку Очень здорово На смене этажей Девяток Уже не в первый раз Ловит своего соперника Обманывает Ещё надо увеличить тент Ещё надо увеличить тент Ещё надо увеличить тент Уже откровеннейший Размен идёт Последние 10 секунд Потрясающий раунд Вы слышите В источнике реакцию зала Бокс действительно Высочайшего уровня Мы с вами наблюдаем Фантастическая плотность Действий на единицу времени И очень хорошая Техническая оснащённость Константин Да, очень хороший Технический Интересный бой Я ещё раз говорю Что я бы посоветовал Нашему боксеру Так как у него не получается Ему нужно идти просто вперёд Просто включить свой характер И просто подраться Тут другого варианта уже нету Потому что Опять Я не судья Но Есть ощущения По моим оценкам Наш боксер сейчас проигрывает Да, действительно Нокаут боя Серьёзнейший И четвёртый раунд Заключительный Сейчас есть возможность Как говорится Отвоевать свои пяди и крохи Бескомпромиссно Нужно действовать В этом раунде Александру девятого Потому что У нас в принципе Здесь создаётся Ну почти Единогласное решение В сторону Таджикистанского Боксёра Пусть за Не слишком большим Перевесом Но мне тоже кажется Что Усмонов сейчас впереди И вот Вот это Вот 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 В принципе Нас как будто Слышит Али Саша Надо продолжать Продолжать Но Саша будет цепляться До последнего Более того Усмонов Не всегда здорово Держит удар Например В своём дебютном Профессиональном Поединке Первом из двух Настоящего момента Усмонов вообще Тяжело упал В нокдаун И поднялся И выиграл по очкам У Вильдана Минасова Но тем не менее В шаге От досрочного поражения Он там был Девятов может ударить Вопрос только в том Что нужно донести Свой удар В нужное время Пока Усмонов Откровенно Скажем Такой возможности Не предоставляет Вот чтобы Девятов Максимально жёстко И неожиданно Вложился Причём В общем-то Видно Что попасть Можно по нему Вот у него Правым кроссом У него очень Да Тоже сейчас Отпускают руку Здорово На встречу Усмонов Очень хорош Еще раз Встречный удар Проходит Исполнение Усмонова И вот здесь Хорошо Раздергал Девятов У канатов Заставил Провалиться Немного И в ответе Сработал Нанёс Свою серию Низковато Сажа попал Ждёт Ждёт Усмонов В игру Очень быстрые руки Опять опустил руку Надеюсь Использовать Руклон На дальнюю Вот есть Готовил этот удар Девятов И он прошёл 40 секунд Остаётся До конца И всё Теперь Теперь уже Бабан Бабан Попадает Попадает Справа Девятов Правый кроссом Должен быть Большей частью Он идёт Первый удар Правый снизу Это не то Сразу кроссом Через ручку Да Нужно на джеб Поймать Усмонова Но как назло Он начинает Свои атаки Справа Сейчас И как ни странно Девятого Тоже можно Начинать Справа И вот они 10 секунд Смотрите Что происходит Ну вот здесь Наши удары Гол Хороший Хороший Очень яркое Начало Нашего турнира Ну что ж После такого Я думаю Что и остальные Четыре боя Нас не разочаруют Мы С Николаем Валуевым И Константином Дзю Анонсируя Сегодняшний вечер Говорили Что бои Будут жаркими И пока Мы не ошиблись Да Действительно Зрелище Потрясающее Сегодняшний вечер Заставит Попотеть Не только Боксеров Но и болельщиков И здесь Потрясающая атмосфера И жара Настоящая жара Которую демонстрируют Боксеры в ринге И конечно же Публика Которая активно Включилась Боление За Боксеров Причем Мы не можем Однозначно Судить За кого больше Публика в этом зале Сейчас Так сказать Скандировала Потому что И с той и с той стороны Много приехало Болельщиков И вы понимаете Прекрасный уровень Сегодняшних команд Которые выходят На этот ринг Ну Нельзя Вот так сказать Оставлять желать лучшего А как раз наоборот Он Просто Отличный И Первый бой Это доказывает Александр Степанович Калинкин Наша легенда Четырехкратный Чемпион СССР Подзывает Боксеров И это значит Что решение готово И Дмитрий Дюжев Сейчас его Озвучит Патриарх Домы и господа Сегодня В здании присутствует Гордость России Олимпийский чемпион Токио Олимпийский чемпион Токио Ребят Митергазиев Здесь с нами И Есть основания полагать Что 18 июня Уже следующую субботу Он будет драться Мы с Батером буквально Только что говорили Он говорит Все хорошо Достановился До завершения боя мы именем и ненадолгосное величание судьи. Приходит его в этом турнире одержал боец из Чимово, Попроводов Усмонов. Все по делу, вопросов никаких нет. Усмонов был лучше, но Саша Девятов получил потрясающий опыт. Сборная России уступает 0-1, но о чем это говорит? О том, что есть шанс все исправить уже в следующем бою. Вес до 68 килограммов. Непобежденный боксер-профессионал Харитон Агрба против участника Олимпийских игр в Токио и бронзового призера Чемпионата мира Бобо Усмона Батурова из Узбекистана. Коллеги, какие прогнозы? Тут сложно делать прогнозы. В первом поединке, я имею в виду, когда в первый день выступлений сборная Азии выступила очень удачно, выиграла 5-0. Поэтому каждый из этих бойцов приехал отрабатывать и не отбывать номер. Это однозначно. Да, действительно, будет жара, вот это точно. Мы вам обещали жару, и жара уже началась. Поэтому давайте ждать следующий поединок. Я очень надеюсь, мы будем болеть за наших ребят. Но, тем не менее, приехали просто не подарки из Азии, откровенно. Это люди, которые уже прошли Олимпийские игры. Для них это бои, которые, конечно, возможность подтвердить свой статус. И этот статус сегодня первый канал предоставляет нашим боксерам. Я думаю, что будет все посерьезнее. 68 килограммов. Россия, Азия. Смотрим. Лига бокса. Ретор континентальный кубок продолжается. Я приглашаю и предлагаю вашему вниманию бой весовой категории до 68 килограммов. В синий угол ринга приглашается боец из города Шитак. Узбекистан. Побусман Батурин. 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 В красный угол ринга приглашается боксер сборной России Харитон Агарба! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чемпионом Азиатских игр и двукратным чемпионом Азии в любительском боксе! Город Шизак, Узбекистон, Бога Усумун Батурас! Город Шизак, Узбекистон, Бога Усумун Батурас! Боец, 26 лет, рост 176 сантиметров, вес 68,2 килограмма! Боец, профессиональный рекорд, 9 боев, 9 побед, 5 нокаутов! Мастер спорта международного класса, серебряный призер европейских игр, двукратный серебряный призер чемпионатов России, действующий чемпион Европы по версии АйБи-Эс! Не знающий поражений паяц из города Ростов-на-Дону Харитон Агаримбан! Альберт Матергазиев, Татьяна Анатольевна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, болеют сегодня за нашу команду. Итак, второе противостояние встречи Россия-Азия. Вес до 68 килограммов. Харитон Агрба против Бобо Усмона Басурова. Но если в первом поединке мы могли интригу нарисовать следующим образом. Боксер-профессионал против хорошего любителя здесь не так. Харитон Агрба пусть и выступает на профи ринге и провел 9 боев. Уже владеет двумя серьезными поясами, но он также мастер спорта международного класса. Бронзовый финалист, прошу прощения, Европейских игр 2019 года, где он в близком бою проиграл серебряному призеру Олимпийских игр в Токио Пэту Маккормаку. Кстати, ему же проигрывал и Бобо Усмон Батуров на чемпионате мира 2019 года в полуфинале. Поэтому и стал бронзовым призером. Поэтому посмотрим, кто из этих ребят навяжет свой бокс сегодня. Напомню, России надо отыгрываться. 0-1 после первого боя. Наш соперник очень сильно заряжен на удар на правую руку. Прямо этим нужно воспользоваться. Как раз использовать контратаку. Немного грязнит Бобо Усмон Батуров. Мы видим, что и в клинче. После команды стоп работает. Это такие уже профессиональные штучки. Хотя профессионального опыта у него нет. Ой, как здорово! Харитон закладывает дворчиком. Константин Дзюх, конечно, большой мастер не только в ринге, но и возле ринга. Все в точности, как он и говорит, происходит сейчас. Поймал Харитон. Очень здорово. Караулит Харитон на свою сильнейшую левую руку Бобо Усмона Батурова. Главное не ждать. В этот момент просто работать и стараться как раз поймать на этот удар. На длинный удар с правой руки, который наносит соперник. Еще раз здорово! На смене направления поймал Агроба своего соперника. Хорошие ноги у Харитона хочется отметить. Кстати, чего я не скажу про Бобо Усмона. Все-таки как-то он теряет ногу, когда пытается догнать нашего боксера. И, наверное, это тоже сказывается на силе его удара. Но, тем не менее, настолько он заряжен, что, конечно, надо быть готовым. Очень красиво. Харитон отлично, отлично он парирует. Парирует удар и пропускает все-таки. Батуров. Батуров пропускает очередной. Заканчивает передней рукой, правой рукой. Он хорошо встречает левой, даже на оттяжке. А потом использует правую руку для выхода на дальнюю дистанцию опять. Уже не в первый раз головой опасно летит Бобо Усмон Батуров. Но сейчас Харитон ответил тем же. Вытягивает на себя Агроба Батурова. И здесь здорово ушел от сильнейшей руки. И в печень, конечно, просился Крюх. Чуть-чуть дистанции не хватило. Амплитуды. Даже не вздумает. Даже не вздумает. Да, Юрий Ковцев хозяин в ринге, конечно. Предупреждает Бобо Усмона, чтобы тот не действовал опасной головой. Первый раунд завершен. Каждый день участвуйте в розыгрыше призового фонда 450 миллионов рублей от Лиги Ставы. Одна ставка – двойной выигрыш. Ну что, в принципе, смотрим повторы. Повторы нам говорят о том, что навстречу чаще всего пропускал ульбекистанский боксер. Опасно головой действует грязный Бобо Усмон. За что был предупрежден со стороны рефери. И, тем не менее, продолжал эту свою манеру на продолжении всего первого раунда. Посмотрим, что сейчас посоветуют в углу боксерам секунданты. Тем не менее, есть возможность. Именно вот на этом противоходе у Арбры есть много шансов подловить своего соперника. Звучит гон. По тому же сценарию развивается второй раунд. Вперед ярко выраженно идет Бобо Усмон Батуров. И в контратаке работает Харитон Агрба. Короткий острый джеб сейчас воткнул Харитон. И очередной клинч. Ну, я должен сказать, что Копцев жесткий рефери. У него долго грязь проливать не получится в ринге. Ой, как здорово. Сейчас Харитон отработал микроэпизод. Забирает наш боксер. Начинает больше мазать Бобо Усмон Батуров. Он делает двумя действиями. Наш боксер делает первое это на контратаке. То есть выдергивая и контратакует после его удара. Или иногда делает навстречу работу, что полностью путает своего соперника. Жестко посекся Бобо Усмон Батуров. Вот вопрос от удара или нет. Там два попадания было от Агрбы. Как собран Харитон. Мне очень нравится, как наш боксер работает. Ничего лишнего он не делает. Немного так в отмах идет Бобо Усмон Батуров. Красота, это просто потрясающе, что сейчас творит Агрба. Серьезное посечение у Батурова. Мы видим, что кровь серьезно так полилась. Постоянно приходит смахивать. Как здорово, Харитон. Очередной блестящий эпизод. Прямо буквально вот на этот боковой левый. Вот так вот, передняя рука, передняя рука. По затылку нельзя. Копцев не прощает Эко. Тянет на себя Агрба. И опять готовит сильнейшую руку. Головами, по-моему, столкнулись боксеры. Еще раз, да. Пока, обратите внимание, Агрба навстречу бьет голову. Он еще не запускал крюк в печень сильнейшей руки. Под правую руку своего соперника. Кстати, возможно, что все-таки это будет случаться в других раундах. Здесь все-таки Агрба приучает своего визави к тому, что у него все вроде хорошо сверху. Посмотрим, может быть, этот финт пройдет. Очень серьезное кровотечение. Кровотечение буквально заливает газа Батурову Бабуусмону. Вновь сталкиваются боксеры. И тем не менее, очень грамотно, очень грамотно Харитон действует. Посмотрите. Еще один точный удар. Точный удар и без заваливания. Чего не скажешь, кстати, про Бабуусмона Батурова. Заваливание у него происходит. Вот то, что я говорил. Очень хочет ударить. Все поэтому. Буквально весь пронизан на этом желании. Башка на рубану. Можно послушать, что сейчас говорят в углу. Не знаю, удастся ли расслушать. Немножко так мы слышим. Ну что ж, два раунда полет нормальный. Да, в буквальном смысле. И вы, наверное, слышали, как отреагировала публика. В общем-то, предыдущий бой, ну, конечно, там нельзя сказать, что прямо явно-явно, но тем не менее, было решение судей единогласное. Здесь как раз рисунок боя ровно наоборот. Несмотря на то, что узбекистанский боксер действует откровенно первым номером. Старается действовать. И вновь навстречу пропускает патур. Ну, как развернулась ситуация по сравнению с первым поединком. Здесь уже азиатский боксер выступает ярко выраженным агрессором. Наш работает в контратаке. В очередной раз, да, хочется отметить зрелищный поединок и зрелую работу Харитона Агрбы. Причем очень грамотно работает наш боксер. Хорошая защита, и видит он удары эти. И здесь перекрылся без истерик, что назывался. Высококлассный бокс на первом канале Россия-Азия. Вы слышали, копцы говорят осторожными головами. Действительно, очень много опасных сближений у боксеров. Мы, в принципе, до сих пор пока не можем еще понять, в результате чего же произошло вот это неприятное посечение у Батурова. Да, но видим мы, что очень глубокая сечка. Глубокая. И если будет бить в эту область Агрба, есть шанс, что бой будет остановлен. Хорошая двойка. В профессиональном боксе нет мелочей. Поэтому тут, как говорится, есть сечка, бей. Инстинктивно будешь бить именно в то место. Да. Зов крови, ничего не поделаешь. Очень хорош на ногах в защите Харитон Агрба. Резко сокращает дистанцию, наносит два удара. Не сильных, но точных и заметных для судей. И вот сейчас вытянул на себя он своего соперника и встретил с сильнейшей руки. Раз за разом заканчивают, даже двоечку свою заканчивает Агрба. Агрба именно вот этим боковым ударом раз за разом попадает. Сильно ли, не сильно, но попадая в область вот посечения. Расслабляться точно, да, абсолютно точно нельзя. До сих пор опасен, опасен узбекистанский боксер. Ну что ж, попытки вызвать на себя нет. На это Харитон не ведется. И достаточно успешно поджидает его на контратаке. Ну, вы знаете, я все-таки, помимо всей этой красоты, которую творит сейчас Харитон, я бы отметил его ментальную устойчивость, когда он выдерживает план. Отлично. И красиво выходит за счет нырка и смещения в сторону. Ну, действительно, красота бокса, которая, как мне кажется, наиболее ярко проявляется еще и в том, что соперник сегодня хороший. Вот на таком фоне показывать красоту, это, конечно, дорогого стоит. Я вообще подозреваю, что все сегодня соперники будут вести себя никак не иначе, как в агрессивной манере. Да, может быть, роли будут в ринге меняться, но, тем не менее, класс бокса, который демонстрируют сегодня боксеры, крайне высок. И, конечно, это даже иногда заставляет нас, как комментаторов, просто наслаждаться и промолчать, чего мы, конечно, хотим извиниться за это, дорогие друзья, но мы, безусловно, будем стараться все, что происходит в ринге, вам комментировать. А иногда получается и наоборот, что эмоции перехлестывают. И мы начинаем исполнять многоголосье одновременно. Четвертый, заключительный раунд. Юрию Копцову пришлось постараться, чтобы боксеры пожали руки. Сопернику нечего терять. Прогнал на переднюю руку, на левый боковой. Он этот удар весь бой готовил. Вот, Пишинка, вот он. Писанок поднимается. Показывает, что готов продолжать. Молодец, боец настоящий. Очень остров. Вы видели, как остров. А сейчас пошел как раз на печень. А вот она. В четвертом раунде как раз можно и проверить по печени. Аккуратно, Харитон. Нужно продолжать свою игру. То же самое. Поймать его на контратаке. Или навстречу опять же. Ну, каков красавец Агрба. Ничего пока что Боба Усмон Батуров не может придумать. Он пробовал идти драться, не работает. Пробовал тащить на себя, не получилось. Пропускает, пропускает. Еще один левый сбоку. В исполнении Харитона. Не зарываться, главное. Сейчас аккуратненько. Силы нужны. Раненый зверь всегда очень опасен. Да, но сохраняет еще Боба Усмон Батуров мощь. А самое главное желание этой мощью воспользоваться. Поэтому Харитону нужно быть аккуратным. У нас минута 20 до конца. И уходит Харитон с линии атаки. Очень красиво. Потому что катан действует Батурова Боба Усмон. Пытается поджать Харитону Агабу. Но не получается. Получается уже борьба. Совершенно не нужно сейчас драться. И сейчас печенье не попадает Агаба. Рядом с нами узбекский угол находится. И просят насыпать удары от своего боксера. Но Агаба-то этого и ждет. Караулит своего соперника для того, чтобы поймать навстречу Харитон. 40 секунд до конца. Здорово сейчас на голову перевел. Невозмутимая Агаба. Невозмутимая. Молодец. И еще попал навстречу к джебам. И что-то мне подсказывает, что еле-еле удержался Батуров на ногах. Ну, тут еще и усталость. Все вместе соединилось. 10 секунд. Плотность боя прекрасна. 10 секунд. 10 секунд концовка. Здесь важно еще не травмироваться в концовке. И еще раз подловил на том же самом Агаба своего соперника. Ну, красотища, друзья. Я думаю, что такой бой не может не понравиться. Блестящее выступление от обоих боксеров. Мы, конечно, ждем судейский вердикт. Но что-то мне подсказывает здесь без сюрпризов. А я уже, честно говоря, подчеркнул конкретно Харитона. Вот с нокдауном он забирает четвертый раунд. 10-8. И я думаю, что вопросов не будет никаких. Так, ну что, у нас самые яркие моменты боя. Это ближе всех здесь. Мы, собственно, наблюдаем большое кровотечение Батурова и Боусмона. Но самое главное, вот посмотрите, раз за разом промахивается. И удар навстречу. Да, это было остро, коротко. Не видел этого удара Хабаусмон Батуров. И отправляется на конвас. Тем не менее, быстро встает. И обратите внимание, не было еще большой амплитуды. На коротке воткнул буквально свой кулак. Харитон Загуба этого хватило. Он же левша, встал в правостороннюю стойку и ударил с другой руки совсем. Дорогие, дамы и господа, сегодня в зале присутствует экс-чемпион мира по боксу, по версиям WBA и RBF Денис Лебенев! Аплодисменты Легенде. Ну а мы ждем вердикт. В завершении боя мы имеем единогласное решение судей. И победу в этом поединке одержал поэт из красного угла Хэридон Айрбан! Ну что, счет сравнился. 1-1 Хэридон Айрбан, настоящий красавец, показал всю красоту и технику. И одержал очень красивую, зрелищную победу, которая обретает особую ценность в связи с тем, что соперник-то тоже был не подарок. Бронзовый призер чемпионата мира и участник Олимпиады. У нас короткая пауза, после которой продолжим. Мы возвращаемся в прямой эфир первого канала Лига Бокса. Интерконтинентальный кубок в самом разгаре противостояния Россия-Азия. Счет 1-1. И сейчас нас ожидает суперинтригующее противостояние. Весовая категория до 75 килограммов. Два боксера провели по 7 профессиональных поединков. Во всех одержали победу и в двух из них досрочно идентичный профессиональный рекорд. Ну и потрясающая любительская школа. У Павла Сосулина бронза чемпионата России. Он также чемпион России среди профессионалов. И Сапарвай Айдаров, его соперник из Казахстана. Он является мастером спорта международного класса и пятикратным чемпионом своей республики. Константин, мы видели Сосулина, видели Айдарова в первом туре. Ваше мнение? Очень равные позиции. Что одна сторона, что и другая. Посмотрим. Школа. В Казахстане всегда была очень сильная школа. И уверен, что это будет достойный поединок. Да, я думаю, никуда не делась эта школа. И я просто попытаюсь для вас. Вот у нас действительно жара в зале. Буквально мы в переносном смысле. И запах крови и адреналина сейчас наполняет буквально всех. Все это чувствуют, потому что один-один. Интрига сохраняется. И накал поединков, конечно, запредельный. Ну и впереди те веса, где стоимость одного удара, стоимость одной победы. Зевать нельзя. Зевать нельзя. Ну что ж, друзья. Все ближе этот супербой. 75 килограммов весовая категория. Павел Сасулин, Сапарбай Айдаров. Россия, Казахстан. Первый канал. Матчевая встреча. Россия, Азия продолжается боем весовой категории до 75 килограммов. В синий угол ринга. Я приглашаю бойца. Казахстан. Сапарбай Айдаров. Айдаров. В красный угол ринга я приглашаю бойца из России Павел Сасулин. Павел Сасулин! Играет музыка. Вес 74,9 килограмма. Профессиональный рекорд. 7 боев, 7 побед. Две из них одержаны нокаутом. Мастер спорта международного колосса. Чемпион Казахстана. Призер чемпионата Азии по боксу. Супербай Айдаров! Соперник в красном углу ринга. Ему 25 лет. Рост 178 сантиметров. Вес 74,9 килограмма. Профессиональный рекорд. 7 боев, 7 побед. Две из них одержаны нокаутом. Мастер спорта. Бронзовый призер чемпионата России. город Санкт-Петербург. Павел Шерцолин. Рефери боя Александр Калинкин. Внимательно слушайте команду. Команда Стоп и Гащи ИС-10. Команда Брэк, 90 ног. Пожмите руки. Жестко. Полно. Александр Калинкин. 75 лет, только вдумайтесь. Легенда. Живая легенда российского бокса. Посмотрите, как легок на ногах. Таи 75. Итак, поехали. Павел Сасулин. Сапарбай Айдаров. Мы уже говорили о том, что у обоих одинаковые послужные списки. 7-0 в профессионалах. По две победы нокаутом. И очень хорошее выступление в первом туре. Каждый одержал уверенную победу. И вот сейчас два этих проспекта столкнутся друг с другом. Сасулин пониже. Айдаров левша. Ну, сложно пока что-то конкретное сказать. Достаточно классические стойки у боксеров. Сапарбай Айдаров скорее поджидает Павла Сасулина. Пытаясь действовать на встречном курсе. Достаточно длинные руки у казахстанского боксера. Мы видим, что он активно пользуется своей левой рукой, придерживая на расстоянии правой Павла Сасулина. Тем не менее, пока идет такой, наверное, даже не размен, скорее присматривается. Очень ленивая левая рука немножечко могу отметить. И можно использовать этот момент, опять же, на тяжечке. Я как раз хотел сказать, что Сасулин уже не в первый раз за счет челнока проваливает. Очень здорово. Но пока делает это без ответного удара. Я думаю, что Паша смотрит. Пока пытается оценить, на что способен соперник. Активных действий от Сасулина мы еще не видели. Мы знаем, как он работает. Зрители первого канала уже дважды видели этого боксера. Заметил опять, какой очень ленивый передний рукой прямой был. Поэтому нужно использовать это. Ну вот, включается Паша. Посмотрел достаточно. Но вот с ленивой левой пропустил сейчас Сасулин. Вот это совершенно не нужно делать. Но, тем не менее, надо понимать, что ближе к Павлу Сасулин находится печень Сапарбаева-Айтарова. И уже, в принципе, несколько раз он проверил, насколько хороша защита. Хороший эпизод. Хороший эпизод. На ближней дистанции старается за переднюю руку Павел Сасулин. Заходите, вот снова, видите, в принципе, это приносит ему искомую ударную дистанцию. И сейчас крюками с передних рук обменялись боксеры. Я хочу сказать, что пропускает Айдаров на ближней дистанции. Ну, давайте справедливости ради отметим, что и Паша тоже несколько весомых попаданий уже перетерпел по себе. Плотный и очень ровный первый раунд. Очень хорошо себя вывел на крюк с передней руки. Сасулин и справа на обходе. Здорово. Ну что ж, концовочка была хорошая. Думаешь, ты самый сильный или самый умный? Думай о себе, что хочешь. Кто ты? Покажет бой. Лига Ставок. Яркие бои в одном приложении. Ну что ж, очень плотные первые три минуты. И, видимо, что и Айдаров попадал, ну и Сасулин также был точен в ряде эпизодов. Вот вопрос, чей бокс больше задел судейские души. Вот, кстати, интерконтинентальный кубок – главный трофей нашего турнира. Паша уже, кстати, поднялся. Вообще, надо сказать, что сама по себе идея проведения вот этого интерконтинентального кубка на Первом канале очень хороша. Надо будет продолжать. Будем продолжать, Николай Сергеевич, обязательно. И я сейчас не стану брать на себя роль предсказателя. Поделюсь инсайдом. И я думаю, что стоит ждать нам противостояния Россия-США и Россия-Куба в самое ближайшее время. Ну, скажем так, в среднесрочной перспективе. Ну, а пока на разогреве Россия-Азия. И это очень классный бокс. Павел Сасулин, Сапарбай, Айдаров. Второй раунд. Сасулин пошел вперед. Немного начинает поднимать тент наш боксер. Хорошо здесь на коротке отработал. На коротке, да, дистанции, но как-то немного не акцентированно удары были. Но, тем не менее, это все идет в копилку Павла Сасулина. Немного затянут Сапарбай Айдаров. Есть такое ощущение. И вот как будто не отпустил он руки, да, до конца. Не отвязал их. И стал подсаживаться именно на переднюю ногу. Право-снизу, лево-боковой так хочется, чтобы он пробил. Ну, право-снизу уже зашло пару раз, да, и лево-боков не хватает. Все видит Паша. Некоторые удары Айдаров выглядят размахистыми, но только исключительно потому, что пропускает Айдаров навстречу. Пренеприятнейший удар в исполнении Павла Сасулин. И посмотрите, обостряется, обостряется поединок. А вы помните, как Сасулин весь бой в поединке с американским боксером работал навстречу справа? И мы видим ту же работу сейчас. Но она приносит искомый результат. И вновь. Напоминаю, 1-1 после первых двух поединков Александр Девятов проиграл Бахадуру Усмонову. И Харитон Агрба реваншировался, веся до 68 килограммов, победив очень сильного боксера из Узбекистана Бобо Усмона Батурова. Пока ничья. Сейчас узнаем, кто выведет свою команду вперед. Несмотря на длинные руки, не гнушается идти на размен на ближней дистанции Сапарбай Айдаров. Хотя надо сказать, что, наверное, все-таки это не его. Потому что Сасулин выглядит тут лучше. А вы знаете, пока непонятно, мне кажется, что его. Потому что с дистанции тоже не достает. Практически нет попадания у Айдарова. Нужно идти драться. Еще раз справа. Ну, с нашего ракурса не совсем было понятно, кто попал. Но вот кто-то точно попал, судя по звуку. Навстречу здорово. Сасулин отработал. Айдаров начинает караулить в ответе. И право снизу. Под самый занавес раунда. Сасулин очень хорош. Каждый день участвуйте в розыгрыше призового фонда 450 миллионов рублей от Лиги Ставы. Одна ставка двойной выигрыш. Забыл ли? Итак, смотрим повторы. Второй раунд позади. Мы видим, что ждет и видит удары в исполнении Айдарова с парабая Павел Сасулин. И вот тот самый правый навстречу. Первый из, по-моему, трех ударов такого типа, который нанес Сасулин. Да, здесь метил в печень Айдаров, но сам пропустил в области лезенки. Правый крюк навстречу по туловищу. Третий раунд нас ожидает. Еще один очень классный бой. Вторая половина боя. Красиво сейчас за шагом в сторону сместился Сасулин. Пусть помашет, мы слышим, из нашего красного угла. Да, все-таки старается Сасулин заходить за переднюю руку Айдарова. Очень хорошо сейчас растащил своего соперника Сасулин. И острым колючим джебом попал. И справа вложился. Большой объем работы на ногах Павел выполняет. Мы на это обратили внимание еще в первом поединке. Сайдаром застаиваться совсем не стоит. И тем не менее, смотрите, обостряет. Павел Сасулин обостряет и это приносит ему хорошо. И здесь здорово. И я бы отметил в очередной раз, как работают сегодня наши ребята. Посмотрите. Паша не лезет рубиться, не лезет вперед. Очень четко по плану работает. Подготовил атаку. Как говорят, уж простите меня, этот сленг ударил, свалил. Да, есть такое выражение в боксе. Ударил, ушел. Но хорошо ударил. Дело в том, что... Но все равно надо сказать, при всем том, что вот сейчас, смотрите, поджал канатом, но ждет Айдаров, нашего боксера, ждет. Это все-таки в какой-то степени приводит к тому, что он на доле секунды, на доле секунды не успевает увидеть контратаку Сасулина. И немного ниже. Очень хорошо разрядился Сасулин вблизи. И закончил это крюком в область печени. Айдаров тоже опасность сильнейший. Прошу прощения, с передней руки в обвод перчатки. Держи капу. Да, в таком высоком темпе в мясорубке. Калинкин не углядел, из чьего рта вылетела капа. Бой продолжается. Остается у нас 40 секунд до конца третьего раунда. И не знаю, согласитесь или нет, коллеги, но мне кажется, что и третий раунд пока что в пользу нашего боксера складывается. Причем в этот раз, в этом раунде более грамотно он провел. Не старался рубиться. Не держать, не держать. Отлично. В исполнении серии Павел Сасулин. Концовку этого раунда явно старается. И у него это получается. Здорово. Расберяем буквально в этом эпизоде. И ножки включил. Ну как хорош. Прекрасно. Паша Сасулин, Санкт-Петербург. Красота. А как мне это по душе. Санкт-Петербург. Ой-ой-ой. Кубу, Кубу делает сейчас Павел Сасулин. Очень здорово. Браво. Браво. Ну что, дал сразу Сасулин в третьем раунде. Грамотно. Очень грамотно отработал весь раунд. Россия. Отдыхают ребята. И я сейчас смотрю на Пашу. Дышит хорошо. Сил еще достаточно. Но то же самое мы и про боксера из Казахстана можем сказать. И это значит, что в четвертом раунде будет жарко. Мне кажется, что сейчас Айдаров пойдет в оба. В принципе, наверное, он тоже понимает. И ему сейчас в углу об этом скажут. Что предыдущие три раунда были, ну не сказать, явно не заняли. Но точно не заняли. Ну в первом я бы еще подвесил вопрос. Там не все так очевидно. Но второй, особенно третий, конечно, Сасулин забрал. Ну и сразу начинает первым номером действовать Айдаров. Ну вот ему-то газовать надо. Да, ему надо, конечно. Сасулин действительно смотрит. Водит своего соперника по рингу Паша. Но вот принимать на защиту, конечно, не стоит. Парень с тяжелым ударом. Сейчас в разрез Айдаров попал. Очень хорошие ноги у российского боксера. Сейчас тоже был пропущен удар. Павел пропустил. Неприятненький такой. Да, вот снова. Опасно. Отлично. Надо отвечать. Вы знаете, на самом деле, последний раунд всегда особо любим с судьями. И вот здесь очень важно нанести, конечно, максимальный урон. И Павел Сасулин это тоже прекрасно понимает. Я скажу больше, дополню вас. В данном случае, в нашем турнире, четвертый раунд имеет очень большое значение. Потому что в случае равенства по раундам победитель будет определен именно по последнему. Поэтому в случае, если судьи первый раунд отдали боксера из Казахстана, эту трех минутку Сасулину никак нельзя проявлять по печени. Хороший, хороший удар сейчас был по печени. Еще раз. И такое впечатление, ну, не совсем, чтобы чисто, но почувствовал Айдаров. Смотрите, какой размен. Ну, все-таки это главное снизу Сасулин. Но Паша, надо уже включиться в него. И слышим как раз из красного угла. Здесь Никита Томилов, сам в прошлом прекрасный боксер. И Эдуард Кравцов, наш заслуженный тренер. Здорово. Очень хороший отрезок от Паши Сасулина сейчас у канатов. Включился. Включился. Забирает концовку. 50 секунд до конца. Отключено. Потрясает, потрясает. Айдаров немного так, на ногах немного, знаете, словно бы пошатнулся. И как вложился Айдаров в этот правый крюк сейчас. Очень опасно. 35 секунд. Паша, давай. Нужно работать. Здесь уже надо выдавать все, что у тебя есть. Но аккуратно это делать. Не пропустить ни в коем случае в размене. Низко. Да, низковато. В резинку попал. Айдар Айдар Азаров. Азаров 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 Азаров. Азаров Азаров Азаров. Не проходит. Насыпает удары. Паша. Пусть из трех один, но картинку эпизода все равно это создает. И здорово тебе взорвался. Отлично. Вот он. Потрясенный даром по-моему был. Без капли уже Сапар Майк проводил концов. Браво, браво. Очень круто зарубились ребята в конце этого поединка. Еще один потрясающий бой. Ну вы слышите, какие аплодисменты стискали оба боксера. Безусловно, четвертый раунд абсолютно точно. За Павлом Сосулиным. И мы в принципе можем практически с уверенностью сказать, что это бой за сборной России. Я бы не спешил. Ну мало ли что. Первый раунд все-таки вопрос. По второму может быть тоже что-нибудь возникнет. Но концовку. Третий, четвертый я думаю, что однозначно Сосулин забрал. Но это так, любимые игры комментаторов. Да, мы можем все позволить на самом деле. Высказать свое мнение. Да. Не как судьи. Судьи все равно нас не слышат. Так что мы можем говорить. Очень классный, конкурентный поединок. Мы видим, что у Сапарбая Айдарова хватало удачных моментов. Здесь очень опасно. И как раз этот четвертый раунд, чтобы вы понимали, очень были моменты, которые в принципе могли перевесить в сторону казахстанского боксера. Но тем не менее, как будто проснулся Павел Сосулин. Или он ждал вот этой половины раунда. И безусловно там доминировал. По завершению боя мы имеем единогласное решение на суде. Победу вражам прийти. Обержал бояк. И... Паша, красавец Паша. Очень крутой бой. Говорим спасибо Сапарбаю Айдарову. И отмечаем, что Россия повела 2-1. Отмечаем это с радостью, заметьте. Расстроен Сапарбаю Айдарову. И с удовольствием, точно. Нас ожидает еще два боя. Ничего не ясно в этом противостоянии. Ну, а я считаю, что Паша прекрасный подарок сделал к 350-летию со дня рождения нашего великого Петра. Первого императора российского, которого, ну, этот праздник Петербург отметил особо. Спасибо, спасибо. У нас короткая пауза, после которой еще два супер боя в рамках противостояния Россия-Азия. В прямом эфире на Первом канале. Мы возвращаемся в прямой эфир Первого канала. Лига бокса, интерконтинентальный кубок. Нас ожидает четвертый бой вечера. И крайне интересное и непредсказуемое противостояние. Вес до 80 килограммов. Ребята по-прежнему быстрые, но уже могут очень и очень жестко ударить. Чемпион России Савелий Содома. Бронзовый призер чемпионата мира против чемпиона Узбекистана Адилжона Аслонова. Константин, вы очень хорошо знаете обоих ребят. Я не могу сказать, что очень хорошо знаю. Просто хорошо. Просто хорошо, да. Мои друзья тренируют Савелия. Поэтому огромный привет находке. И уверен, что будет хороший бой. То, что мы видели уже сейчас, будет продолжение. Ну, от себя скажу, что я видел, что делает в ринге Адилжон. Поэтому, конечно, сейчас будет очень конкурентный поединок. Я предвижу, что жара будет продолжаться. Тем не менее, повышается градус и повышаются, естественно, килограммы. Ну, мы понимаем. Уже начинают падать. Пусть коротко, но возможно, что может быть надолго. И мы давайте пожелаем, конечно, нашему боксеру удачи. Но, тем не менее, всем удачи. Потому что сюда приехали, правильно говорит Константин Дзю, не отбывать номер, работать. И эта работа нам всем видна. Да, мы говорили о том, что предыдущие три боя можно было разделить как игровик против агрессора. Но здесь два парня, которые любят подраться. Поэтому смотрим, чем это закончится. Слово Дмитрию Дюжеву. Следующий бой в категории до 80 килограммов. Синий угол ринга. Я приглашаю бойца из Узбекистана. Анилджон Асланов! Слово Дмитрию Дмитрия. В красный угол ринга Я приглашаю бойца из города Комсобольск-Намури Савелий Содомов! Я приглашаю бойца из города Комсобольск-Намури Профессиональный рекорд, два боя, две победы, одна из побед нокаутом Он чемпион Узбекистана по боксу Непобежденный на профессиональном ринге из города Бухара Один учен Асланов! В красном угол ринга Представитель сборной России Ему 23 года Рост 186 сантиметров Вес 79,9 килограмма Чемпион России Бронзовый призер чемпионата мира в Белграде Дебютирующий на профессиональном ринге Савелий Содомов! Рефери боя Юрий Концов Какая мощная группа поддержки Здесь видим мы двукратного олимпийского чемпиона Олега Ликпаевича Саитова Реймкуль Малахбеков рядом Призер олимпийских игр чемпион мира Легенды Все легенды на Первом канале Николай Валуев, Константин Дзю Итак, Савелий Содома против Одилжона Аслонова Вес до 80 килограммов Аслонов очень плотно сложен Широчайший плечевой пояс Руки покороче И Содома Савелий, во-первых, помоложе Ему 23 года повыше Но и побыстрее И, знаете, есть ощущение, что Боксерская школа чуть получше у Савелия Сдваивает сбоку Даже страивает, я бы сказал Очень хорошая прямая передней рукой И вот Аслонов показывает Очень острые удары прилетают в исполнение Одилжона Ну, смотрите, вы, в принципе, видите Низко Но Что-то за звук разнесся сейчас По арене Видели, да? Ну, Савелий показал, что он тоже может ударить И он остро бьет И, кстати, это очень хорошо Потому что помедленнее в этом плане Аслонов и Одилжон Но Удары очень острые Буквально каждую секунду надо Сечь Не дай бог Расслабиться Низковата передняя рука у Савелия гуляет Ой, как здорово Воткнул буквально справа И навстречу в разрез Савелий очень хорош в этом эпизоде Ну, мы увидели, что Скорость на руках у Содомы повыше Да, 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 повыше И пусть бы он эту скорость не потерял Ну, в принципе, 4 раунда Отлично сдваивает серию из двоечек Две минуты почти у нас Даже больше позади Что скажете по бою Куда все идет Я думаю, для Савелия нужно просто сейчас Подобрать Еще не нашел ту дистанцию У Одилжона Одилжона Уже все-таки второй бой Он уже Вошел в определенный вид А у нас Это первый бой И он еще не вкатился Ну, недавно Савелий дрался на Очень сильном Дальневосточном турнире Мемориал Короткова И выиграл его Ну что ж, давайте посмотрим Давайте буквально Попробуем оценить Опять же вторично уже оценить Что происходило в ринге Очень остро бьет Савелий Содома Но, тем не менее, смотрите Буквально Не прощает Аслонов Каждый раз Ближаясь на ударную дистанцию Наносит достаточно острые Мощные Свои удары И, как правило, действует бойчиками Сдваивал Сдваивал Савелий И достаточно успешно В первом раунде Надо продолжать В том же духе И держать руки Конечно, повыше Ну и не застаиваться Я думаю, что это главное Что нужно делать Савелию Вот, значит Все начал правильно Передняя рука Да, заработал джеб У Савелия Протыкивать, да При этом мы видим, что Действительно острый джеб У российского боксера И здесь здорово провалил На оттяжке сработал Вторым действием Наказал Содома Мы даже слышим Как из зала Кричать Левый, левый Ну да, действительно Боевая Передняя рука Содома И надо Стараться держаться На расстоянии Очень красиво Содома вышел из угла Но вот такие эпизоды Нельзя позволять Забирать сопернику Низковато Савелий Обиделся Ослонов Так с упреком посмотрел И регулярно Регулярно Левый боковой Закидывает Ослонов Ой, здорово Двойка Вразрез Сейчас попадает Право Продолжай Не стоять перед ним Втыкает Втыкает переднюю руку Постоянно Втыкает переднюю руку Сейчас очень опасно Головами Навстречу друг другу Летели оба Обошлось Нельзя Нельзя Савелию стоять рядом Это опасно Все-таки Савелиев Судя по всему Решил посмотреть А можно ли Переиграть Своего соперника На средней дистанции Проверяет Печень Ослонова Попадая Буквально В сантиметре Вот Своей цели Находился Хорошо Закончил С передней руки Ну вот Подальше Нужно держать Дальнюю дистанцию Расстреливает С этой дистанции Савелий Только средняя Ближняя Тут же Ослонов Получает шансы Ослонов пропускает Навстречу Посмотрите Оттяжка Шаг назад Нужно сделать Все у тебя Издали идет Левый сбоку Опять проходит И в обвод руки Куда-то за ухо Попадает Сейчас Ослонов Вот смотри Как Проходит Передняя рука Левый деп Вот И постоянно На этом стоять Не опускать руки И обратите внимание Как длинно Для своих Визуально Не длинных Рук Прошу прощения Держон Ослонов Бьет Левый сбоку Очень далеко достает Пропустил Савелий Еще раз Многовато принимает Наш боксер На себя ударом Левую повыше Сразу почувствовал Что получается У Ослона Ослонов И Сдваивает Буквально Сдваивает Правый боковой Да Достаточно Такой Тревожный Тревожная Концовка Была Второго Раунда И не очень Хорошая Для нас Как мне Показалось Два раунда Позади Думаешь Прошла неделя Прошла неделя Те самые Удары Которые будут Наверняка Сейчас на медленном показе Сдваивать Держон Ослонов Нет Не показали Тревожная 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 Нужно Савелью Включаться Нужно Забирать Своё Очень Хорошо Всякий раз Начинает Отрезки Савелий Но потом Сваливается В ненужную Работу Совершенно Так по защите Громко Пробил Держон Ослонов Но тем не менее Это были Тяжёлые удары А если пойти Подраться Есть ли в этом Смысл Вообще Мне кажется Нет Константин Тоже Драться Хорошо Покачал головой Знак Несогласия У него Хорошо Проходит Передняя рука Выдёргивается И отличает Контратаками Здорово Но попали оба Ой хорошо Красиво Да Смотрите Как Буквально Все удары Парировал Савелий Публика Отреагировала Аплодисментами Нужно заполнять Вот эти паузы Передней рукой Постоянно Причём Буквально Постоянно Действительно Подходит Ровно Как только Ослабевает Накал Левой руке В исполнении Савелия Содома Сразу Походит На Дистанцию И Вот этот Размен Он Отдаёт Инициативу Работы Отлично Отлично И вот сам Попал Дважды И тут же Дважды Пропускает Да Обидно Левой рукой Надо Больше работать Левой рукой Савелио Содома Нижней Дистанция Его бой Хорошо Попал Ручки На месте У Савелия И здесь Тоже Достаёт Снизу Всё чаще Начинает В исполнении Савелия Заходить Аперкот Аслонову Здорово Провалил Накосать Нужно Здесь Но он Пропустил В этот момент К сожалению Нельзя Давать Аслонову Готовить Свои Атаки Вот опять Была Пауза В 5 Секунд Никто Не предпринимал Никаких Действий 5 секунд До Концовка Надо Отбирать Концовку Отлично Парирует Удары Ну даже Сложно Даже Сложно Сказать За кем Этот раунд Он Достаточно Такой 50 на 50 Я бы сказал Я думаю Что У Аслонова Вы знаете Если представить Раунд В виде Какого-то Сосуда Куда каждый Из боксеров По капельке Добавляет Вот у Аслонова Этих капелек Больше было Я бы Он сделал Определенного Опыта Не хватает Савелью На данную секунду То что я вижу И В момент Когда он Чуть-чуть Потерялся Он начал искать Совета У своих Секундантов Смотрел на них Какая-то Растерянность Определенная Простая передняя рука Он забывает Начинает Очень здорово Передней рукой Не давать Инициативу Именно Передней рукой Но Шикарные данные У нашего Боксера Еще молодой И мне кажется Что Есть Большое будущее У этого парня Я тоже хотел вам Это сказать За Савелием Действительно Большое будущее И соперникам Он На его дебюте В общем-то Попадается Совсем не подарок Ну что ж Момент истины Четвертый раунд Вот сейчас Вот красота И здесь Браво Браво Парируют удары Савелий Содома Видит Все-таки он видит Эти Размашистые Размашистые Но Достаточно Шутки И коротко И размашисто Действуют Аслонов Вот тут Очень важен Конечно Опыт И ничего Савелия впереди Еще Огромная Дистанция Карьера Ну конечно Хочется Начинать С того Чтобы В дебюте Была победа Поэтому Сейчас Надо Всем Доказывать Что Это Сегодня Его Орен Хороший Обоюдо Острый Размен По-прежнему Летит Вперед Аслонов И через Оттяжку Попадает Боксер Из Узбекистана Вот здесь Провалить И наказывать Надо Немножко Немножко Но тем Тем не менее Неоднозначно Я бы Отметил Еще один Фактор Савелий Боксер Из Дальневосточного Региона Не исключено Что с акклиматизацией Могли Какие-то Сложности Возникнуть Для того Что Недавно Он прилетел В Москву Вот Пожалуйста Посмотрите Надо возвращать Надо возвращать Очень грамотно Придерживает Аслонов Савелия Садому Видно Конечно Это уже опыт Тех боев Которые он провел И пропускает Пропускает Навстречу Буквально Боксер И раз И как Понесся Кирилл Аслонов Давай Савелий Здесь Все вернуть Держит за руки Савелий Главное Показывает характер С характером Савелия Все в порядке Но Концовку Вердикт Сурии Конечно Ждем Ждем Но Есть Не очень Хорошее Предчувствие По поводу Того Чью руку Поднимет Юрий Копцев После этого Боя Да Выложились Оба По полной Зал заполнен Зал болеет Болельщики Сегодня хороши Включились С самого первого Поединка Ну и Повторы Сразу Начал Очень плотный Бой Навязывать Одил Жон Аслонов Буквально С первых Секунд Конечно Были У Савелия Содома Удачные Эпизоды Но В каждом Из четырех Раундов Пожалуй Аслонов Был Пусть На немного Но Точнее И ярче Согласны ли С нами Судьи Узнаем Вот-вот Дмитрий Жужев Готов Ворваться В ринг Какое-то Двоякое Ощущение Мне кажется Будет Раздельное Решение Но Интрига Интрига Закрутилась У нас Вам С высоты Лучше Видно Да Какая Высота Мы тут На тех же Самых Стуле Сидим Как раз Зрителям Может быть Со второго Этажа Что-то Было Больше Видно Чем нам Отсюда Из-под Ринга Где мы Находимся Замечательный Зал Замечательная Атмосфера Дорогие Друзья Первый Канал Сумел Таки Создать Настоящий Праздник Бокса Он Продолжается В зале Присутствует Двухкратный Олимпийский Чемпион Олимпийский Легенда Олег Саитов Здесь Татьяна Анатольевна Татьяна Анатольевна Чемпион Олимпийский 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 Ну что ж Наши Ожидания Наши ожидания Ну не ожидания Скорее страхи Подтвердились Олимпийский Одерживает победу И 2-2 Да И 2-2 Ну прям Представляете Что Будет происходить Сейчас Во время Пятого Поединка Да Все самое интересное Впереди А сейчас В нашем эфире Сюжет о том Как бокс Помогает выбираться Из очень непростых Жизненных ситуаций Сделать спорт По-настоящему Массовым И доступным Непростая И важная задача Ее решает Всероссийский Конкурс Спортивных Проектов Ты в игре Который проводится В рамках Федерального Проекта Спорт Норма жизни Нацпроекта Демография Финалистом Второго сезона В номинации Точка старта Стал созданный В Ижевске Проект Бриллиантовая перчатка Это секция бокса Для детей Подростков Которые находятся В трудной Жизненной ситуации Идея зарождалась На самом деле Давно Около 20 лет назад И мы очень рады Что у нас Она наконец-то Осуществилась Мы ведем Проект Бриллиантовая перчатка Уже на протяжении Практически Трех лет Хороший Уже сформированный Коллектив Из тренеров Наставников Которые могут Их направить В нужное русло Подсказать Чем им заниматься Как не попасть В дурную Плохую компанию Из которой уже Очень тяжело Выбраться Помочь ребятам Изменить образ жизни Социализироваться И найти Новое хобби Вот цели Которые ставят Себе организаторы А активные занятия Спортом Тут же меняют И мышление Подростков Сразу Сразу Их начинает Интересовать Бокс Физическая Культура Вот та Часть Которая Была Для них Уличная Она Их уже Меньше Интересует Они Думаю Что Дай бог Выберут Правильное Направление Своей жизни И станут Великими Спортсменами Сейчас Они активно Занимаются Спортом Даже Вот Несколько Мальчишек Стали Чемпионами Города По боксу Сейчас К проекту Бриллиантовая Перчатка Привлекаются И дети Из малообеспеченных И многодетных Семей Которые Также Имеют Возможность Заниматься Здесь На бесплатной Основе Бокс Мне очень нравится Я Достаточно Давно Занимаюсь И Папа Меня привел Часто Он Приходит На соревнования Старается Поддерживает Мама С сестрой И братом Тоже стараются Приходить Я хочу Стать Олимпийским Чемпионом И иметь Хотя бы Одну Олимпийскую Медаль Осуществить Самые смелые Спортивные Мечты Поможет Всероссийский Конкурс Ты в игре Третий сезон Уже Не за горами Следите За новостями Проекта Лига бокса Интерконтинентальный кубок В прямом эфире на Первом канале Россия-Азия И счет Перед решающим поединком 2-2 Как символично И интрига Также в том Что Выяснять сильнейшего Будут Большие парни Вес до 90 кг Наш Муслим Гаджи Магомедов Серебряный призер Олимпийских игр И чемпион мира Против Мадьяра Саидрахимова Боксера из Узбекистана Бронзовый призер Последнего чемпионата мира В Белграде Два очень техничных Но при этом Жестких Боксера Константин Чего мы ждем Сейчас Надеюсь Наконец-то мы добрались До веса Где Один Неточный Удар Или Любая ошибка Это Нокдаун Или нокаут Очень Надеюсь Что это будет Потому что Зрители К сожалению Или к счастью Ожидают нокаута Николай Ваш профиль Конечно Ожидают Наши зрители Победы Команды России Но Нельзя забывать Что Александр Садоков Только что сказал Ноздря в ноздрю Две команды Буквально сейчас идут Можете себе представить Какая ответственность Сейчас Лежит на боксерах Причем С той и другой стороны Безусловно Проходка В следующий тур Или как его Правильно сказать Этап этих соревнований Дорогого стоит И это Прекрасно понимают И секунданты И сами боксеры Итак Заключительный Пятый бой Противостояния Россия-Азия И что самое главное Решающий Муслим Гаджи Магомедов Мадияр Сайдрахимов Прямо сейчас Смотрим Уважаемые дамы и господа Это Противостояние Россия-Азия Заключительный Бой Весовой категории До 90 килограммов В серии угол Ринга Я приглашаю Бойца Из Узбекистана Мадияр Сайдрахимов В красный угол Ринга Я приглашаю Бойца Из Краснодара Муслим Гаджи Магомедов Магомедов Представляю вам Соперников Синий угол Ринга Боец 24 года Его рост 190 сантиметров Вес 89,35 килограмма Профессиональный рекорд Первый бой Первая победа Бронзовый призер Чемпионата мира В Белграде Узбекистан Мадияр Саидрахимов Саидрахимов В красном углу Ринга Боец 25 лет Его рост 194 сантиметра Вес 89,9 килограмма Профессиональный рекорд Один бой Выигранный Нокаутом Столицы Краснодарского края Чемпион мира Серебряный призер Олимпийских игр В Токио Муслим Гаджи Магомедов Рефер Александр Калинкен Команда Стоп Игращает все действия Команда Брэк Делаем Шат Назад Пожмите Ох Муслим Гаджи Магомедов Мадияр Саидрахимов Два титулованных Боксера Сейчас решат Судьбу победы Во втором туре Но и Выигравший Сейчас Гарантирует Себе финал Ну да В общем Эти четыре раунда Решат Многое Саидрахимов Надо сказать Что очень понравился В первом поединке С Африкой Очень Быстрый Обученный Боксер Но все тоже Мы можем сказать И о Муслиме Гаджи Магомедове Что может сыграть На руку Мадияру Саидрахимову Это то что Муслим давно Не был в деле Лечил травмы Понятно что Олимпийский сезон Там на здоровье Уже никто Не обращает внимания Все было брошено Для достижения Главной цели Олимпийского золота Не получилось В финале Хулио Лакрус Кубинец Великий Стал двукратным Олимпийским чемпионом В двух разных Весовых категориях Но Муслим уехал домой С серебром Что тоже Конечно здорово Ну я хочу сказать Что Вот буквально Два Нет Три Раза Да И уже Четыре раза Получается Бросался на Гаджимагомедова Саидрахимов Первые двух Туда сюда И уже на третьем На третьей попытке Муслим начал Успешно Своего визави Подлавливать Ну мы видели В принципе Но мы видим Что Мадияр Довольно быстро Выходит на рабочую Для себя Дистанцию Вот сейчас Здорово Справа попал И в надежде На левую руку Действует Саидрахимов Но тем не менее Муслим Магомедов Видит Не дает Он ему Немножко Дает Возможность Разбежаться Поэтому На первое движение После первого Провала Он должен Сразу делать Контратаку От определенную Ну Мне кажется Останавливать его Эти вещи Конечно же Муслим умеет Я думаю Что сейчас Мы говорим О недостатке Вот именно Того важного Бойцовского тонуса Нужно чуть вкатиться Муслима Провалил Хорошо И снова Но неудачная попытка Сейчас откровенно говоря У Саидрахимов Не прошло Но опасно Опасно Да Вы знаете Такое висит напряжение Как будто Что-то должно Произойти Левый боковой Должен произойти Левый боковой Да На самом деле Я тоже Думаю Что именно он И кстати Опять же Повторяюсь Скорее всего Саидрахимов Действует надеждей На свой Левый боковой Он немножко Подсаживается Пониже Повторяю Повторяю Стал Одна ставка Двойной выиграть Смотрим Смотрим лучшие моменты Первого раунда И вот как опасно Левый сбоку Выбрасывался Саидрахимов Там Миллиметры Буквально Отделили его У меня такое впечатление Что все-таки Открытая Такая Достаточно Перчатка Рука Гуляла Не там Где надо В этом Эпизоде Давайте Судовым парением Наверное Отметим Что Эти броски Парирует Муслим Гаджим Магомедов Видит Зачастую Я бы отметил Будем надеяться Что так будет Происходить И дальше И что-то Мне подсказывает Что именно На встречном курсе Будет стараться Выстраивать Свою тактику Гаджим Магомедов Многовато Позволил Муслим Своему сопернику В первом раунде Но Нужно здесь Выходить И навязывать Свой бокс Попал справа Сайдрахимов Муслим 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 Два очень Чувствительных Боксера В ринге И конечно Это накладывает Свой отпечаток На бокс Ждут Ошибки Друг друга Оба любят Работать на встречу Попал в ответе Попал Попал Я тоже считаю Что попал На правую На встречу Нарвался Ну и Муслим Самое главное Знает Что попал Поэтому пошел вперед И вот еще раз И левый С боковой Загуял Сайдрахимов Немного И руки поднял Сразу Посмотрите Сайдрахимов Пытается Собраться По лицу Видно Что все-таки Потрясли его Удар Однозначно Гаджи Магомедова Вот понимаете Тут в принципе Где-то Осторожницу Боксера Оба высокого роста Не всегда Передняя рука Долетает И втыкаются Соперника Но тем не менее Я могу сказать Что Чувствуется Не Не было Не то что Опыта Соревновательных Нагрузки У нашего Боксера Муслима Потому что Четко Дистанцию Он еще Не чувствует Потому что После таких ударов Очень легко Можно сделать Контратаки Еще моментальные Да При этом Те кто смотрит Внимательно За боями Нашего боксера Знают Что Муслим Это очень здорово Умеет делать Но вот Травма Долгое восстановление И отсутствие Тонуса Соревновательного Того О котором Говорил сейчас Константин Дзю Уравнивает Шансы немного В этом бою Правая Пема Просится Отлично Проверка Все-таки По животу В корпус Бросается Саид Рахимов Но Нет Не выходит У него Этот замысел Сейчас Надо немножко Утвердиться Последние Десять секунд Отлично Но Не совсем Точень Был Деджи Магомедов Повторы Второго раунда Того самого Где Муслим Начал проявлять Своё преимущество Вот эпизод С падением Саид Рахимова Ну такой Дискуссионный момент Наверное Все-таки Мы ошибались Но удар был Формальные Скажем так Признаки Нокдауна Были И если бы Калинкин Отчитал Я думаю Что вопросов В динамике Бы не возникло Представляете Как приходится Тяжело Рефери В секунды Реагировать Когда зачастую Удар Это не видишь Настолько все Быстро происходит Секунданты за ринг Секунданты за ринг Третий раунд Нас ждет Сайд Рахимов По-прежнему Очень опасен Да, понятно Во втором раунде Напропускал Прилично И местами Болтало его Но он все еще Идет за победой Ничего еще Непонятно Здесь Россия 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 И пока Еще раз говорю Все-таки Даже в третьем раунде Осторожничают Боксеры Осторожничают В силу того Что Оба высокие И Когда кто-то Буквально Начинает На противоходе Работает Здесь В принципе Получается Жесткий джеб Втыкает Гаджи Магомедов Навстречу Хорошее левое У него И вот неприятно Ой, как закрутил И правый снизу Там уже летел Буквально В последний момент Стоп-кран нажал Гаджи Магомедов Чувствуется Хороший опыт Любительский опыт Муслина Буквально Сантиметра Три Не хватило Еще не хватило Сантиметра два Кидается Сайдрахимов Не может он никак Поймать свою дистанцию Хорошие ноги Гаджи Магомедова Ему этого не позволяют Сделать Ну, надо сказать Все-таки Сайдрахимов Получается Буквально Где-то В последние Доли секунды Убрать Челюсть С линии Атаки Гаджи Магомедова Попал слева Сайдрахимов Более узко работает Муслим Все время в точку Между рук он бьет В то время как Сайдрахимов Преимущественно Крюками пытается Атаковать Муслим работает Чисто в любительской манере Левый сбоку Достал Сайдрахимов Еще он не адаптировался К профессиональной Манере боя Кстати, у обоих По одному Профессиональному Поединку Вот только Сайдрахимов Еще провел Один бой В первом туре Муслим Также провел Бой в первом туре Поэтому здесь Полный паритет По профессиональному опыту А, пропускает Сайдрахимов Пропускает И тут же пытается Вернуть Муслиму Гаджин Магомедову Пропущенный удар И еще Бой справа Справа дома Все было Перестреливает Муслим Своего соперника И вот здесь Хороший эпизод У Сайдрахимова Давайте отметим Талантливый парень Интересный боксер Еще пропускает Все-таки Сайдрахимов Ну что-то Очень явно Он хочет ударить Муслим Прямо Заранее Говорит Я тебя сейчас Ударю Справа руки Вот сюда Именно сюда Поэтому Чуть-чуть Надо быть Более хитрее Вот о чем мы говорили Требует Работать Прямыми ударами От Муслима Попытку WBC Создать Новую весовую Бриджер Ну это не попытка А прям Создали Надо же сказать Что она Достаточно успешная Раз уж мы начали Говорить о весовых категориях Кстати наш боксер Евгений Романов Будет с Оскаром Ривасом Драться Насколько я знаю За титул Чемпиона мира В этом весе Бриджер Между Крузерами 97 десятых И тяжелым весом Мне кажется Эта идея Достоин Ну как проект Интересно Но надо посмотреть Что из него вырастет Пока еще не поддержали Остальные комиссии Так сказать WBC Ну там и пандемия Вмешалась И много других факторов Какой вес Бриджер Между Крузерами И тяжелым Лимит сейчас Точно до килограммов Не скажу Я слышал С 91 до 100 По-моему 105 или 104 Да 104 Так Но тем не менее Смотрите У нас Не забываем Четвертый раунд Сейчас Момент истины Достаточно Хлонокровно Все равно Действует В своей манере Гаджи Магомедов Пытается Обострять Саид Рахимов И тут А тут В принципе Посмотрим Справа Опасно Правую руку Саид Рахимов Запускал Навстречу Возвращают Друг другу Не прощают Каких-то таких Провалов Боксера Друг другу Стараются Конечно Действовать На провале И вот смотрите Первый Провал Получился Да Давайте отметим Боксер Какого уровня Противостоит Мадьяру Саид Рахимову И надо сказать Что очень достойно Себя этот молодой парень Показывает Прекрасно Молодец Эпизод Вот за эпизодом Продолжают Забирать Муслим Гаджи Магомедов Работает Первым номером Саид Рахимов Вы знаете Мне кажется На себя Все понял Раненый зверь Очень опасен Да И вы мне сейчас Как раз это видели Надо возвращать Надо возвращать Вот они Здорово Аперкоты Сейчас пройдут И тожит Зрелищная рубка В четвертом раунде Решающего боя И снова Аперкот наносит Дэши Магомедов Это снился Свежный стрим Посмотрите Как легко работает Нет нет Здесь Подкосились ноги А в этом клинче Нокдауна не было Ой Левый сбоку Балмузли И хочется работать Попадает Левым Нокдауна Тоже не было Но удар был Удар был Но было все красиво Два у нас Таких спорных эпизодов Ждем покор И я вижу Как Константин Сдел Но там Обратите внимание В стиле В стиле Сергей Ковалева Попал Муслим Правая И затем Вложил корпус На смене направления Моему Сожалению Определенному То что я сегодня увидел Опять доказало Некоторую вещь Что у нас Разучились Бить По-настоящему У нас нет Хороших нокаутирующих ударов У нас нет Хороших нокаутирующих Боксеров Которые могут Делать нокауты Можно я Попробую Свою точку зрения Сказать Мне кажется Что во многом Виновата эпоха В которой Вот эти любительские Перчатки В которых нельзя было Сжать кулак У боксеров С детства Изначально Уже было заложено Неправильное положение Руки Надо менять Ты бьешь Между прочим Фалангами пальцев Всех Вообще Стран Так На всякий случай Эта история И уж Говоря Вообще Те самые Эксперименты Пять по два Помните Ну это вообще Конечно Боксу Нанесло Четыре по две Помню Пять по две Нет Четыре по два И это конечно Нанесло Огромный ущерб Ох Слава богу Вернули Даже интересы К боксу Вот эпизод В котором На полу После таких Боев Ударов Люди должны падать И не вставать Кровожадный Константин Дзю Который знает О чем говорит Сколько Перевалял Народу В свое время Я в любителях Еще вбил Мы знаем Дамы и господа В возрешении Боя Мы имеем Единогласное Решение Судей Победу В этом поединке Олежал Боец Из крестного угла Музыр Гагана 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 Сборная Россия Африка Африка А затем 25 июня Опять же В прямом эфире Суперфинал Наверняка С сегодняшней командой Да Скорее всего Мы опять Увидимся С Азии Сто процентов Вы представляете Настрой азиатской сборной На это противостояние Но и наши Конечно В долгу Не останутся С нетерпением Ждем Спасибо что были С нами сегодня Александр Садоков Николай Валуев И Константин Дзю Были с вами сегодня До новых встреч До новых встреч Друзья Всего самого доброго